Всем привет! Сегодня у нас очень необычный выпуск Z-нытья. Нытья Z-каналов, Z-военкоров и прочих. Почему? Потому что резко, как-то почти синхронно заныли депутаты Государственной Думы из профильного комитета. Кто-то высказался в духе того, что никакой ротации не будет, чем вызвал гнев Z-каналов. Кто-то, как Гурулев, высказался на тему того, что на самом деле новости с фронта очень печальные и что основная проблема, которая есть в российской армии, это повальное вранье. Кто-то, как депутат Соболев, сказал, что надо брать на войну всех вообще людей, неважно с какими медицинскими показаниями и даже неважно, есть у них там двое детей или нет, чем тоже вызвал гнев ряда деятелей из Z-каналов. И вообще, истории, связанные с Z-каналами, почему я вот люблю заранее смотреть в самые глубокие, так сказать, Z-каналы, запрятанные от взглядов обычных читателей. Дело в том, что, как правило, то те проблемы, которые они описывают на фронте, через какое-то время становятся мейнстримными, то есть их начинают замечать более крупные каналы, а еще через какое-то время приводят к поражениям Российской Федерации. Поэтому я люблю копаться во всем этом навозе, к сожалению, и поэтому мне кажется важным до вас тоже доводить, как сами Z-каналы, как сами депутаты и как уже большие Z-каналы описывают происходящее на фронте. А я вам обещаю, что в сегодняшнем выпуске такая концентрация пораженчества, которую вы давненько не слышали и не видели. Ну, вы выпуск сам можете поддержать лайком, комментарием, подпиской на канал и поддержать канал на Патреоне, ссылка в описании. Начнем, конечно, с моего любимого депутата, с основного ньюсмейкера, которого я упоминал в сегодняшней несводке, это Картополов. Это глава Комитета Госдумы по обороне, то есть главный в Госдуме по военным вопросам. И он разозлил огромное количество людей, огромное количество Z-гнит, огромное количество жен мобилизованных, самих мобилизованных. В общем, что он сказал? Он сказал, что мобилизованные россияне покинут зону боевых действий только после того, как завершится специальная военная операция. А также он сказал, что никакой ротации не предусмотрено. Он сказал, что им положен отпуск мобилизованным за каждые 6 прослуженных месяцев, и они сейчас в эти отпуска ходят, а никакой ротации не предполагается. Иронично, что буквально неделю назад Картополов говорил другие вещи. 9 сентября этой же ленте РУ в интервью он сказал, что контрактников набирают для того, чтобы ротировать мобилизованных, и что все под контролем, что контрактников дофига, скоро всех мобилизованных ротирует. Прошла неделя, он сказал, никакой ротации не будет. Во-первых, есть ощущение, что он немножко путает, что такое ротация и что такое демобилизация, потому что ротация – это когда у тебя спередка человек уходит в тыл на несколько месяцев, потом снова возвращается на передок. То есть ротация – это не когда ты домой идешь. Ротация – это когда ты все еще остаешься в войне, но уходишь в тылы для того, чтобы немножко прочистить кукуху, для того, чтобы немножко подсобраться, излечиться от легких ранений и прочее, прочее, прочее. Без ротации ни одна армия эффективно воевать не может. Ну, в общем, Картопол сказал, что ротация нафиг не нужна. В связи с чем Z-каналы остались этим очень недовольны. ДШРГ Русич небезызвестные вам написали, а дегенерал сам в окопы не хочет? Чему они думают, что 15 дней отпуска за 6 месяцев нормально? Знак вопроса. И вот 13-й рассказывает про идею Картополова, тоже наш любимый с вами Z-канал. Дальше перейдем к новичкам, но старичков тоже надо уважить в наших видео. 13-й записал аж сообщение по этому поводу. И касаемо мобилизации, лично мне, например, ну, искренне непонятно. Вот говорят, типа, мобилизованных оставят, типа, до конца СВО. У нас что, как в царской армии до 25 лет теперь служить они будут? Или что? Ну, как это объяснить? Либо это очень хитрый план для того, чтобы не спугнуть всех потенциальных, мобилизованных, кого будут гнать вот сейчас осенью на фронт. Либо же это полный какой-то пиздец, с которым у меня не находится объяснение, потому что это минимум несправедливо ко всем тем парням, которые уже, блядь, извините нахуй, год ебашут некоторые без отпусков. Я такие случаи знаю. Вот сейчас другу с моим пытаюсь отпуск выбить, блядь. Пацан ни разу в отпуске не был, блядь. Сидит нахуй в окопе, блядь, всю дорогу, блядь. Ну, это ж неправильно, блядь. Живов Заят присоединился ко всем этим мнениям по поводу Картополова и написал. Предлагаю мобилизовать всех армейских генералов, занимающих сейчас политические должности, в том числе в Госдуме России. На фронте дефицит компетентных старших офицеров. Картополову, Соболеву и другим генералам-адмиралам сейчас место не в кресло депутата, а на фронте. Депутат Соболев может идти служить, сидит в окопе вместе со своей мобилизованной дивизией до конца войны, как он сегодня и предложил. Давайте, мужчины, вперед на фронт, Родина в опасности. Тут надо отдельно подчеркнуть, почему это вызвало такой шквал негатива со стороны ЗЭТ-общественности. Дело в том, что ротация это та проблема, о которой говорят довольно много. Именно ЗЭТ-источники. Российской армии ротации вообще почти нет. А дело в том, что если ты на передке больше месяца, то тебе воевать физически становится тяжело. Ты изможден физически, изможден психологически, а мобилизованные, которых мобилизовали в сентябре прошлого года, на передке находятся уже по 10-11 месяцев. О чем сообщают их жены, о чем сообщают их близкие, о чем сообщают сами ЗЭТ-каналы. И у многих ЗЭТ-каналов надежда на грядущую мобилизацию. По крайней мере, они считают, что мобилизация грядет, и что как раз новая мобилизация позволит ротировать военных на линии фронта. Что позволит укрепить эту самую линию фронта, потому что она немножко обсыпается. О чем мы с вами поговорим чуть дальше. Там тоже много новых интересных постов на эту тему, в том числе от депутатов Государственной Думы. И когда Картополов выходит и говорит, что никакой ротации вообще не предусмотрено, это многих удивляет. И особенно удивляет вот эту группу жен мобилизованных. К анализу этой ситуации присоединяется и телеграм-канал Мертвые Головы, который пишет следующее. Собственно, аристократия в очередной раз высказала свое мнение о судьбе Черни в окопах. Ротации не будет, вывода и доукомплектования не будет, 15 дней отпуска в полгода, а положено всего 30 в год, вам хватит. Что вам дома делать? Если часть оформляет УБД, то 45 суток в год. Но большинство частей, особенно нового формирования из мобилизованных, этого не делают. Так не только у мобилизованных военнослужащих. Штатные военнослужащие и добровольцы находятся в такой же ситуации, что рядовой, что полковник. Оторванность начальствующего состава от реальности просто поражает. Понятие усталости войск ими забыто, если когда-то они вообще прилагали усилия к воинской науке. Однако есть части, где даже положенные 15 суток отпуска мобилизованным не дают и дают только за деньги. Примеры частей, где военнослужащие получают все положенные им льготы, удостоверения и прочее, также есть. Но зачастую это отдельные батальоны или роты, где личного состава не так много и из-за специфики работы практически все постоянно взаимодействуют друг с другом. В крупных соединениях, вроде полков или бригад, с этим в разы хуже. Добавляет и Z-канал бродяга Серых Зон. Картополов, цитирует он, мобилизованные вернутся домой после завершения специальной военной операции. Ротация никакая не предусмотрена. Им положен отпуск за каждые 6 прослуженных месяцев. Они сейчас в эти отпуска и ходят. Вы помните наш недавний пост, где мы горько, с сильнейшей грустью смеялись? Напомним, говорит он. Не могу без смеха читать мнение, что вероятная мобилизация нужна для того, чтобы поменять мобилизованных в прошлом году. Почему я смеюсь? Потому что я вижу, как безвылазно сидят на убойных позициях остатки мобилизованных в ЛДНР в феврале-марте 2022 года. Это, кстати, справедливое замечание, потому что все забывают, что вообще мобилизация началась с самопровозглашенных республик. Ну, знаете, те самые, которые Россия якобы пошла захищать, атакуя Украину. Так вот, эти самопровозглашенные республики, которые якобы боролись за свою независимость и очень звали Россию, эти территории пострадали первыми. На этих территориях сгребли вообще всех мужчин, раздали мосинки и отправили в местные штурмы. Никакой демобилизации, никакой ротации, ничего. Это просто изначальное пушечное мясо, которое было задействовано с самого начала полномасштабного вторжения России в Украину. Такая вот защита. Я думаю, вообще даже в Донецке и Луганске осталось довольно мало людей, которые рады тому, что они имеют хоть какие-то взаимоотношения с Россией. Россия сделала больше, наверное, всех для того, чтобы те территории, где даже были пророссийские настроения, хотя бы частично, возненавидели и Россию, и Путина, и россиян всей душой. Но вернемся к телеграм-каналу, он продолжает. Никаких шуток, только печаль. Люди уже более полутора лет, а большая часть стояла на передовой по несколько лет до СВО, воюют. Российские мобилизованные чуть меньше, год. Конца войны не видно, это понимает каждый. Если военно-политическое руководство хочет победы, то им давно пора было задуматься над отношениями к работягам войны. Отдых, качество снабжения, человеческое отношение, адекватное планирование, внедрение инноваций, это все крайне необходимо государству. И еще было бы неплохо закрыть рот таким, как Картополов. Говоришь о войне и солдатах? Воюй. Не воюешь? Не открывай рот. Конечно, как и наша классическая проблема, вранье и шапка закидательства. Неуважаемые эксперты, враг не захлебнулся, он продолжает атаковать еще более системно и расчетливо. Он не замерзнет зимой, не завязнет в грязи, он не развернется и убежит. Враг будет атаковать с разной интенсивностью. Воевать должны не только мобилизованные бедолаги, но воевать должно государство и общество целиком. В первую очередь, руководство. Или не воевать вообще. Как вам такой потрясающий сценарий? Ну, то есть, типа, никаких целей, которые Россия заявляла, вот тех целей, которые могли быть кем-то считаны как благородные, не то, что не выполняются. Они максимально далеки от истины. Защита, значит, Донецка, ну, в Донецке стало гораздо больше боевых действий, оттуда выгребли вообще всех людей. Что там было? Отсутствие продвижения НАТО границам России? Пожалуйста. Швеция, Финляндия вступили в НАТО. Теперь у границ России еще больше будет НАТОвских войск и соединений. Более того, вся война, все вторжение России на территорию Украины привело к тому, что НАТО запустили все свои оборонные механизмы, оборонные предприятия. То есть, видите, даже если выделять цели, которые отличаются от настоящих, те, которые были заявлены, Россия усугубила в каждом направлении достижение своих целей, еще и похоронив огромное количество своих солдат. Я уже не говорю про солдат украинских и про украинские дома и территории, потому что реальная цель войны со стороны Владимира Путина уничтожить украинское государство. И вот это здесь мы уже переходим к реальности, а не к фантазиям. Но даже на фантазиях я показал, что Россия вообще не достигает своих целей. Теперь к реальности. Россия вторглась на территорию чужой страны, уничтожает там целые города, уничтожает мирных граждан, уничтожает военных, которые тоже просто люди, которые взяли оружие, чтобы защитить своих родных и близких. Они не собирались воевать. Россия напала на мирную страну, сделала это еще в 2014, но в 2022 году превратила это в масштабное вторжение и убивает огромное количество людей. Здесь не нужен выход, когда мобилизуется все общество и прочее-прочее. Здесь есть только один выход. Идти домой. Побросать вооружение, ну, можно не бросать, если хотите, и идти домой. Это единственный честный выход. Как с точки зрения тех, кто верит в заявленные России цели, так и с точки зрения тех, кто знает цели настоящие. Но я отвлекся. Больше всего знаете, кто недоволен Картополовым? Нет, не все пропальщики из Z-каналов, как их называет, а хранота. Вообще надо как-нибудь отдельный словарик будет сделать, потому что я вот понимаю, что когда я эти слова произношу, мне очевидно, о ком я говорю, кто такие охранота, кто такие все пропальщики и прочее-прочее. А вот для неподготовленного зрителя это может быть довольно внезапный лор. Но тем не менее, жены мобилизованных, это те, кто взвыли после заявления Картополова. Потому что в целом это довольно немаленькая группа людей. Я напомню, мобилизовано было от 300 до 500 тысяч человек. И, собственно, есть большой пласт родственников этих самых мобилизованных, которые каждый день обивают пороги, записывают видеообращения и просят вернуть их братьев, отцов домой. Потому что им обещали, когда их мобилизовали, что они не пойдут на передовую. Но с первых же недель после мобилизации стало очевидно, что это неправда. Вот что пишет одна из жен мобилизованных, это публикует телеграм-канал Рамзай, довольно большой. Уважаемый Владислав, обращаюсь к вам с просьбой прокомментировать слова Андрея Картополова о том, что мобилизованные не вернутся домой до конца своего и ротирования их не будет. Я являюсь женой мобилизованного, а также админом телеграм-чата родных ребят одного из полков нашей 20-й армии. Численность нашей группы более 550 человек. Сегодня в чат кинули новость с высказанника Андрея Картополова. Группа взорвалась. Мы, родные ребят, в шоке от таких слов. Что значит мобилизованные не вернутся домой? Ротация не предусмотрена. Мы все в ужасе. Мы просим как-то объяснить нам, неужели на наших родных мужчинах поставили крест. Почему никто не думает о том, как они устали? Как тяжело целый год воевать, терять друзей? Они не военные, они не выбирали такой судьбы. И мы не шли замуж за военных. Когда объявили частичную мобилизацию, наши смелые, сильные мужчины встали на защиту своей родины, встали в строй за интересы нашего государства. Они не сбегали, не прятались, как многие. И мы приняли их выбор. Наш президент в своем выступлении обещал мобилизованным службу в терробороне. Им обещали выплаты отпуска. Но на деле все оказалось совсем не так. Я лично не могу уже 4 месяца добиться положенных выплат моему супругу. В отпуске мой муж был один раз. И то только потому, что он уже служил в горячих точках и имеет УВБД. А добрая часть наших бойцов не была и в одном положенном отпуске, не говоря уже ничего про два. Парни, с ноября-января месяца на передовой ротация в тыловой район, вроде как на обучение. У них была один раз за весь год службы на целую неделю после такого страшного штурма, перед которым некоторые звонили женам и говорили, если я не выйду на связь через месяц, начинай жизнь заново. Но они сделали эту работу за 11 дней, не потеряв ни одного бойца. Они герои, но они уже без сил. Мы каждый месяц собираем и отправляем самостоятельно огромные грузы помощи бойцам. Мы пишем им песни, стихи, записываем им совместные видео. Насмотрится на то, что мы все с разных уголков нашей страны. Мы все верим в победу в наших мужчин. Артополов убивает почву из-под ног. Отношение к мужчинам, к нам, их родным, с каждым днем все более ужасающее. Мы очень ждем наших героев домой. Их дети, мамы, сестры. Все мы. Нас очень много. Общество не имеет права так с нами поступить. СВО затянулось и конца не видно. Парни выдохлись. А мы порой просто готовы выйти в открытое окно. Нашим мужчинам необходима замена. Им необходима ротация. Мы, их родные, не можем поверить, что слова этого человека правда. И наше государство так поступило с лучшими из нас. Мы надеемся, что Андрей Картополов был после бессонной ночи в плохом настроении. Хотя это не оправдывает таких заявлений. Наши мужчины герои. Мы героически их ждем и верим, что наш президент Владимир Владимирович не позволит им сгнить в окопах и ротирует достойнейших сынов своей страны на отдых в соответствии с обещаниями министра обороны РФ заменить мобилизованных контрактниками до конца 2023 года. Кто-то может проникнуться каким-то состраданием к женщине, которая это написала и к остальным. У меня это сделать не получается. Я зачитываю вам это письмо с одной единственной целью, чтобы те, перед кем этот выбор станет в дальнейшем, те, кому придет муж, брат и скажет слушай, пришла повестка или скажет слушай, хочу пойти добровольцам, чтобы они в этот момент вспомнили это письмо, вспомнили эту ситуацию, которая не сюрприз. О том, что так будет, лично я говорил на этом канале, когда началась мобилизация. В тот же день, 21 сентября, по-моему, у меня прямо в этот день вышел ролик, где я говорил, что вот так будет, что все семьи, все мобилизованные столкнутся ровно с этим. Я уже не призываю к тому, что на самом деле ваши мужья подонки и подлецы. Несмотря на то, что вы называете подонками и подлецами тех, кто не пошел на мобилизацию, подонки именно ваши мужья. Военные преступники, люди, которые взяли оружие и идут убивать людей другого государства за интересы Владимира Путина, а никакой не России. Война это противоречит интересам России. Я уже не говорю об этом. Я говорю лишь о том, что прислушайтесь вот к этой женщине, услышьте ее, услышьте, что она говорит и сделайте все возможное, чтобы не оказаться на ее месте. Ее мужа не спасти. Скажу страшную вещь. Большая часть мобилизованных, которых мобилизовали, вернется либо с тяжелыми травмами, психологическими, физическими, либо не вернется вовсе. Поэтому здесь в ее жизни, скорее всего, уже будет трагедия, которую она сама согласовала. Как она говорит, мы одобрили выбор наших парней. Ну вот вы и одобрили этот выбор. Но перед теми, кто еще этот выбор не сделал, перед теми, перед кем он скоро может встать, вспомните эти слова. Не мои. Я, ничего, я зачитываю вам письмо из Z-канала, которое прислала, по словам этого Z-канала, жена мобилизованных. Более того, я мониторю несколько групп жён мобилизованных, не публикую оттуда комментарии, чтобы меня оттуда не тырнули. Там везде такие настроения. Они все жалуются на одно и то же. Отправили на боевые позиции вместо того, чтобы быть в тылу, ничего не выплачивают, ротации нет, отпусков нет, ну, у многих уже погибли мужья. Вот и все. Поэтому вспомните об этом, когда в следующий раз, не знаю, будете думать о том, что вот бежать от мобилизации или нет, трус я или не трус. Тут не трус или не трус. Тут достойный человек, либо трус и труп. На удивление, неправильный выбор здесь сопровождается ещё и большим количеством физических последствий. Мардан тоже комментирует заявление Картопола. Надо сказать, что Мардан фигура Пуви и Систе, чем Зетканалы, небольшие, потому что он входит в сетку Соловьёва, то есть уже в таких более высокоранговых пропагандистов, если хотите. В России нет необходимости в новой волне мобилизации. Об этом заявил представитель Комитета Госдумы по обороне Андрей Картополов. Необходимости никакой в новых волнах, каких-то новых волнишках мобилизации нет напрочь. Отметил Картополов, цитирует Мардан, а дальше добавляет, когда Картополов говорит, что чего-то не будет, народ уже по привычке начинаем волноваться, потому что обычно всё происходит с точностью да наоборот. Вот такие бури поднял Картополов. Тоже довольно интересные реакции. С одной стороны, часть людей из-за его заявлений боится, что мобилизация будет, а другая боится, наоборот, что никакой мобилизации не будет и что российские военные останутся в том же положении, что и есть. Но с чем связаны их опасения, вы узнаете совсем скоро, потому что мы перейдем с вами уже к конкретным проблемам на фронте, про которые начали писать очень много и очень уже воскопоставленные, чего уж там, государственные мужи. Но перед тем, как мы к этому перейдем, я недавно придумал прикольную штуку, вот как раз вы в последнем ролике про Z-нытье могли ее видеть, которая мне показалась а, уместной и б, просто уморительной. Значит, что за штука? У меня есть, я сотрудничаю с тремя украинскими каналами, я рассказывал об этом, у нас с ними такая договоренность, что они перезаливают мое видео совершенно фантастическими обложками на название. У меня есть такая игра, я пытаюсь угадать, о чем мой перезалитый ролик по обложке и названию. Никогда не угадываю, там всегда по-другому оказывается, я никак на эти обложки не влияю. Но суть в том, что они перезаливают мои ролики и половину с монетизацией они оставляют себе, а половину переводят на ВСУ. И Униан, с которым мы сотрудничаем, придумал еще более прикольную штуку, они не просто пересылают мои деньги в конкретные фонды, а они создали такую банку в монобанке, куда, значит, кидаются вот мои деньги с монетизацией, в смысле не мои деньги, а деньги, которые они получают с монетизацией и которые идут на ЗСУ. И я решил, собственно, эту банку опубликовать и под прошлым Z-каналом ссылку на нее оставил. Мне кажется, это правильно. Во-первых, потому что чем больше будет у ВСУ ресурсов, тем быстрее закончится война, тем меньше людей умрет. А во-вторых, потому что мне кажется, что есть в этом какая-то очень большая интересная ирония, когда с помощью постов Z-каналов и их нытья мы с вами собираем деньги на ВСУ. Мне кажется, это уморительно. И я думаю, что у этих Z-каналов, они, безусловно, об этом уже знают, у них очень ярко горят всевозможные места. Поэтому хотите ли вы просто помочь в ЗСУ или вы люди искусства, которые любят такие вещи, я и под этим роликом оставлю ссылку на эту самую банку. Надо сказать, что с прошлого ролика мы с вами насобирали где-то дополнительно к тому, что там лежало, еще где-то 80-90 тысяч гривен. Это довольно много. И сбор закрыт уже наполовину. Поэтому давайте еще туда добавим. И когда сбор будет закрыт полностью, несколько бригад ВСУ получат дроны и автомобили. Собственно, там есть конкретные перечисления бригад, я его оставляю в описании, потому что там вот эти, знаете, 80-какая-то до шебуши, вот это вот все, не очень это благозвучно, но действительно им необходима помощь. И в отличие от российского государства, которое постоянно рассказывает, что на фронте все супер, но при этом волонтеры все кричат, что всего не хватает, украинское государство признает, что да, действительно есть на фронте потребность, потому что Украина к никакой войне не готовилась, на нее напала. Страна с гораздо большим количеством ресурсов, поэтому давайте Украине помогать. В общем, ссылка будет в описании, ну а мы с вами переходим к следующей части балета. Депутат Горелкин предложил запретить WhatsApp, и я не ожидал, что это вызовет какой-то отклик у Z-комьюнити, а вызвало. Наш любимый с вами 13-й записал два аудиосообщения, где рассказал интересные подробности о том, как работает российская связь на линии фронта. Там какой-то долбоев депутат по фамилии Горелкин, блядь, предложил запретить WhatsApp, блядь. Ну так вот, я просто этому запрещающему, блядь, хочу сказать, что если это случится, нахуй, у нас полармии без связи останется, нахуй. Меня еще удивляет, блядь, вот это мнение, блядь. Это же мета, это вражеская сеть, там переписки, блядь, могут просматриваться, ей нельзя пользоваться. Да, блядь, да, да, нельзя, ебаный, но наш отечественный охуенный азарт, блядь, он тупо, нахуй, вообще не работает периодически, ну от слова совсем. Приходится, блядь, дозваниваться на WhatsApp, блядь, и какими-то там, блядь, шифрами, заковырками, блядь, что-то, блядь, говорить, пытаться как-то объясниться, блядь, потому что в некоторых местах у людей даже телеграм не работает, блядь, а на WhatsApp кое-как можно дозвониться, блядь, да, это жизнь, ребята, представляете, и, блядь, вражеская сеть, да, ну сука, наши, блядь, дегенераты нихуя не создали, блядь, для того, чтобы, блядь, мы не пользовались вражеской сетью, блядь, понимаете, у нас только могут что сделать, запретить все нахуй, все. Ну и теперь главному в нашем сегодняшнем меню к ситуации на фронте выступил депутат Гурулев, довольно одиозный депутат, это вот тот, который постоянно орет у Соловьева, что надо ядерными ракетами бить по территории Украины, и он отличался чем? Как правило, в его постах, в его сообщениях, в его интервью он всегда говорил, что российская армия вообще все уничтожает, все сметает со своего пути, на фронте все блестяще, парни российские стоят насмерть, у Украины ни единого шанса, Брэдли горят, как солома и прочее, прочее. Но тут внезапно от него появляется большой пост, где он фактически ну сам на себя стучит, потому что он говорит, что слишком много бравадных речей, слишком много лживых докладов с линией фронта. Давайте ознакомимся для начала с этим постом. Он, конечно, пытается соблюдать баланс и рассказывает, что мы обязательно победим и прочее, прочее, но если вот эту вот всю шлуху убрать, то получается довольно интересно, с чем согласились и многие из Z-каналов, увидев в этом, ну скажем так, тонкий намек на толстые обстоятельства. Итак, что пишет Гурулев в своем телеграм-канале? Кратко доложу по ситуации на фронте без привязки к конкретным направлениям. Информация получена из первоисточников, систематизировано, сделаны следующие выводы. Противник, конкретно напоровшись на наши силы в начале своего контрнаступа, поменял тактику боевых действий. Они больше не идут вперед большими силами, и мы, очевидно, запретили массово бросать тяжелую технику. На сегодняшний день они перешли к тактике выдавливания. Массировано применяют кассетные снаряды, наносят огневое поражение по опорным пунктам наших подразделений, штурмовым группам, у них много боеприпасов, они стараются выжечь абсолютно все. Да, такая ситуация местами потеряли в глубину до 10 километров территории. Враг где-то занял наши позиции обороны, которые весьма качественно оборудованы нашими же руками. После преломления линии обороны враги создали условия невозможности применения ПТУРов нашими вертолетами. Они за счет прогиба линии стали доступны по ЗРК противника. Эффективность работы наших вертолетов снизилась. Враг научился работать и с нашими весьма грамотно сделанными минными полями. Они грамотно разминируют их, нанося огневое поражение артиллерии и применяют травы. Наша артиллерия повысила качество контрбатарейной борьбы. Есть результаты, но снова противник приспособляется. В основном все его орудия установлены в глубине на расстоянии, недоступном для нашей артиллерии. На самых жарких направлениях сосредоточили оценочно до двух артиллерийских бригад. Это не считая артиллерии местных бригад. Мы много пожгли их буксируемой артиллерии. Они перешли к применению САУ. Наши говорят о том, что поймать их очень сложно, практически невозможно. После второго пристрелочного выстрела они перемещаются, меняют позицию. Беспилотников у них уйма и даже больше. Мы здесь тоже приспособились. Крайние 2-3 недели эффективно стали их уничтожать. Хорошо против БПЛА работают ЗРК вербы и стрелы-10, но беспилотников у Украины тьма. Применяют они их с умом. Вы видите эти атаки не только на фронте, но и в нашем глубоком тылу. Вывод основной в том, что война продолжается. Да, мы сильнее, войны наши крепче и мужественнее, войска профессиональнее. Мы терпим, приспосабливаемся, адаптируемся, побеждаем. Положили уже очень много живой силы врага, но глупо отрицать, что сегодня против нас воюет НАТО со всеми своими передовыми технологиями. Победим мы в любом варианте, но победу отдаляет от нас только одна наша серьезная беда. Вранье. Да, его стало меньше, чем было в начале СВО, но оно есть. Есть на разных уровнях, об этом говорят в войсках. Лживые доклады, к сожалению, приводят к неправильным решениям на самых разных уровнях. Это есть. Давайте это признавать и с этим бороться, иначе беда. Иронично, потому что сам Гурулев постоянно рассказывал, как все зашибись, как все хорошо. А тут оказывается, и вертолеты уже неэффективны, и враг продвинулся. На моей памяти Гурулев сам несколько раз рассказывал в течение последних трех месяцев, что ВСУ захлебнулись и снова захлебнулись, и снова захлебнулись, а тут он за лживые доклады и браваду предъявляет. Удивил он и из ЭД-канала, например, известный из ЭД-канала Андрея Медведева. Весьма неожиданные рассуждения генерала Гурулева, пишет он. Обычно он все же дает иные оценки ситуации на фронте, и все, что происходит там, он видит в исключительно положительном ключе. Слушайте, вот это, кстати, способность обосрать человека, но сделать это такими словами, типа фраза. Обычно он все же дает иные оценки ситуации на фронте, и все, что происходит там, он видит в исключительно положительном ключе. Ну, то есть, врет. И здесь человек так, оп-оп, аккуратненько. Но это я отвлекся, извините. Но теперь вот Гурулев пишет о серьезных проблемах на фронте и отдельно упоминает о проблеме лживых докладов, которые мешают видеть объективную обстановку. Не знаю, почему вдруг обычные, сдержанные в оценках генерал в этот раз сообщают о трудностях, а они, конечно же, есть. И понятно уже, что даже с приходом осенних дождей наступление в СУ не прекратится и полагать, что наступление совсем уже захлебнуло сейчас все же преждевременно. Генералу Гурулеву это тоже очевидно. Мардан добавляет уже упомянутой сегодня. Генерал Гурулев пишет о том, что за победными реляциями, что ситуация под контролем, кроется нежелание говорить об очень серьезной обстановке на фронте. Враг поменял тактику, у врага много боеприпасов и современной техники. Насколько я могу судить, ставка снова делается на то, что у нашей армии физически не хватит резервов, если не будет проведена еще одна волна мобилизации. А вы Путину все это сказать не хотите? Я напомню, Владимир Путин на этой неделе говорил, что в ходе наступления Украины уничтожено 18 тысяч единиц техники. 18 тысяч! Это что вообще такое? Ну, типа, реально, Коношенков себе такого не позволял. А что не миллион? А что не два миллиона? В общем, ладно. Значит, 13-й наш любимый тоже добавляет, но уже не Гурулева. В целом оценивает ситуацию на фронте. Евгения Викторовича не стало. Боеприпасов в Бахмуте нет. Сотрудников ЧВК Вагнер там теперь тоже нет. Наша артиллерия молчит. Перспективы вырисовываются хуевые. Гибнут наши солдаты, а в стране все в каком-то угаре устраивают праздники и дискотеки. Вы, блядь, вообще осознаете, на пороге чего мы стоим и какой пиздец нас ждет впереди? Честно, даже мне не по себе. Правду мало кто говорит, она им не нравится. Их от нее выворачивает. Но если мы не научимся ее говорить, то на столбах первыми повесят тех, кто уверял, что все под контролем. И тут главный вопрос в том, кто их повесит. Очень угрожающе. Ну и закончим нашу сегодняшнюю замечательную подборочку полковником Алкснесом. Так он себя называет. Это один из соратников Игоря Стрелкова. Мы с вами теряем соратников Игоря Стрелкова. К сожалению, сам Игорь Стрелков в тюрьме. Значит, Губарев, его ближайший протеже, который был главой рассерженных патриотов, ну не мусорнулся, но сказал, что он больше к Стрелкову отношения не имеет. Мурс, тоже нами с вами любимый, отправили его погибать на фронт буквально. Там отдельная история. Я потом расскажу в контексте волонтерства. Она очень тоже захватывающе. Сбывается моя мечта. Помните, я говорю, что у меня есть мечта, что российских волонтеров тоже прижмут. Ну, в общем, про это потом. В общем, остался Алкснес. Давайте посмотрим, что он пишет. Надеюсь, понятно, все эти игры с добровольцами на контрактную службу связаны со страхом и Кремля, что проведение новой мобилизации вызовет огромное недовольство населения. Именно поэтому слово «мобилизация» находится под запретом. В этой связи приходит на ум известная английская поговорка «в доме повешенного не говорят о веревке». Но на фронте идет резкое снижение численности личного состава российской группировки из-за безвозвратных и санитарных потерь. А из-за сокращения численности нашей группировки и роста численности в СУ этот процесс только ускоряется и приобретает все более критический характер. Но Кремлю надо как-то дотянуть до президентских выборов 2024 года. Любой ценой избрать Путина, а уж потом можно и проводить мобилизацию. А до этого надо забыть о ней. И именно поэтому притворяются безумные планы решить проблему снижения численности путем добровольцев на контрактную службу, отказов от ограничения сроков участия в боевых действиях, мобилизованных прошлой осенью. Именно поэтому отказываются от ротации военнослужащих на фронте. Именно поэтому существуют проблемы с отпусками участников боевых действий. Власть прекрасно понимает, что вернувшиеся с фронта в отпуск или по ранению военнослужащие выступают в роли пропагандистов и агитаторов, рассказывающих окопную правду о происходящем на странной войне. Тем более такую правду несут тысячи похоронок, которые во все большем количестве будут идти в дома россиян. И эту правду не перебить никаким Соловьевым и Симоньян. А это приведет к значительному росту антивоенных настроений в обществе, что в конечном итоге дает себе угрозу нового позорного Брестского мира. И в такой ситуации не помогут никакие дутые рейтинги, как не помогли они Николаю Второму в феврале 1917 года. Путин сегодня по собственной вине оказался между молотом и наковальней. Мобилизацию проводить надо, и проводить ее нельзя. Он и его ближайшее окружение надеются удержать ситуацию под контролем до марта 2024 года. Удастся им это? Не знаю. Но если странная война будет продолжаться, и президент по-прежнему будет надеяться исключительно на линию Суровикина, то новое смутное время в России приближается с каждым днем. Возможно повторение в февральской революции 1917 года. На фронте поражение русской армии. В тылу усталость населения от войны. Вера в доброго царя исчезает. И при всем этом я остаюсь сторонником проведения новой мобилизации. Любой ценой без нее мы обращены на поражение в этой войне. Альтернатива этому капитуляция и утрата России государственности и суверенитета. Ну, утрата России государственности и суверенитета, наоборот, произойдет в случае продолжения этой войны. То есть сейчас как раз Россия теряет все это, потому что она стала зависима от Китая, от Северной Кореи, от Ирана. То есть то, чего с Россией вообще никогда не случалось, от всех мировых изгоев. Поэтому, наоборот, прекращение войны, окончание власти Путина приведет к тому, что Россия восстановит свой суверенитет от захватившей ее тиранической власти. Тем не менее, вот на этом мы сегодня заканчиваем наш с вами замечательный обзор. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, помогайте за ссылку по ссылке в описании и подписывайтесь на Патреон. Всего доброго, пока! Субтитры сделал DimaTorzok